Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброе здоровье, уважаемые телезрители! У нас в гостях «Целебной кулинарии» Таня Ларич, телеведущая. Здравствуйте! И сегодня мы будем готовить... Я вот решил сделать такую, знаете, целебную окрошку. А Танюша решила сделать... Что решили сделать? Гаспачи. Гаспачи. Это тоже летний суп. Испанский. Испанский, да. Он делается очень просто. И единственный, конечно, момент... Можно его назвать русской окрошкой, только, наверное, можно сказать томатной окрошкой. А то, что Геннадий Петрович называет окрошкой, на самом деле, это абсолютно авторский рецепт. Мне тоже очень интересно узнать, во что это выльется, в какой вкус. Итак, я буду использовать куриную грудку. Буду использовать немножечко редиски, огурца, естественно, зелень, лучок или чесночок. И, конечно же... Помидоры. Помидоры буду сделать. Еще есть яйца, есть вареные. И яйца я не буду. Я думаю, что два белка в одном блюде, это многовато. Итак, приступаем. Я, конечно, слежу за вами, потому что мне очень интересно, что вы будете делать. Что касается классического супа гаспачо, в общем-то, вопрос во вкусе помидоров. Когда вы находите спелые, сладкие, сочные, ароматные томаты, считайте, что гаспачо готов. Потому что единственное, что вам нужно будет сделать, это превратить томаты в сок, в нечто жидкое, что и будет основой супа. А дальше уже начинаются авторские включения. Кто-то добавляет только натертый ябурец, кто-то обязательно врежет. Кто-то говорит, можно еще чуть-чуть добавить редиски. Кто-то говорит, ни в коем случае никакой редиски в нас пачок, где мы в Средиземноморье видели редиску. Никакой редиски. Но всегда к помидорам бросится чесночок. Или лучок. Да, беленький лучок. Я делаю и капли оливкового масла. Ну, в общем-то, просто для настроения. Вот еще есть такой лучок, перец. Мне сказали, что он в средней горькости. Кстати, я сейчас его пока попробую, чтобы понять. А пока Танюша говорит, я делаю. А попробую, что они делали острые? Нет, нет, нет. Я знаю, что они острые. Поэтому я мелко нарезаю. А вы мелко нарезаете курочку, да? Да, курочку. Грудку куриную. Это самое диетическое мясо. Оно очень полезно, легко будет перевариваться. И самое важное, что мы будем использовать всю зелень в сыром виде. В сыром, но тем не менее вкусном. Для того, чтобы все у нас усвоилось, переварилось и было таким полноценным для здоровья. А вообще, ваша любимая окрошка, то, что тянется с детства. Это окрошка какая? Квас, кефир? Какая основа? Я, конечно, привык к квасу, потому что у нас все это делали на квасе. Квас такой беленький получался. И мы с удовольствием ее ели летом. Поэтому в такое время года, как и летом, очень хорошо. Но квас сами делали, правда ли? Да. Инна Тюрчевна, вы однажды сказали, что умеете делать свекольный квас. И свекольный квас мы делали. Будете делать, пригласите меня на программу. Очень интересно. Хорошо. Потому что будут дрожжи. К чему приготовиться? Нет, нет, нет. Ну, смотрите, никаких дрожжей не надо. И свекольный квас, это как раз квас будет. И способствует кровотворению. И, кстати, хорошо будет защищать от онкологии. То есть профилактика онкологии. То есть нужно будет приготовить только свеклу и все? Нам надо будет свеклу, нам надо мед или сахар мы с вами возьмем. И даже попробую на сухофруктах немножко сделать. И что-то кисломолочное. Либо столовую ложечку сметанки туда добавим, либо еще что-то. Вот, смотрите, я уже измельчил все это хорошенько. Да. Вот, у меня такая будет, знаете, целебная крошка с правильным сочетанием продуктов. Я не использую здесь никакого крахмала. Потому что белок с крахмалом сочетается, ну, не совсем хорошо. А один белок в сочетании с ферментами, свежими ферментами, живыми ферментами из овощей. Он будет способствовать тому, что все будет быстренько перевариваться. А вот я вижу у нас огурчик такой с семечками. Был миф у нас такой в детстве, что когда ты ешь огурец с семечками, то начинается газообразование. Поэтому вот если жирные такие семечки, то надо их выковыривать. Что вы скажете? Я бы сказал, что это все начинается просто из-за того, что вы не очищаете от кожуры. Потому что не столько с семенами это связано, как с кожурой. Да, она более грубая. Клетчатка способствует тому, что вызывает газообразование. Ну, и, конечно, когда слишком такие семена грубые, они могут что-то там такое вызвать, типа газообразование. Но, тем не менее, семена огурчика очень-очень полезны. Мне нужно совсем чуть-чуть огурчика. Я буду его резать. Я не буду его на терке тереть, хотя... И, знаете, я думаю, что и не надо на терке тереть, потому что важно, чтобы мы с вами еще жевали. А то все будет протерто, и это уже не то. Важно давать нагрузку зубам. Через жевание запускается у нас работа желудочно-кишечного тракта. То есть он начинает у нас работать. Перестальтика, выделение желудочно-кишечных стоков и так далее. А если все в виде пюре-пюре-пюре, то у нас уже... Я думаю, испанцы этот огурчик так тонко и мелко режут, для того, чтобы дольше сохранялся свежий аромат супа этого гаспачо. Скорее так, потому что же огурец охлаждает по расходу. Ну, хорошо, хорошо. А у них сиесты тоже такие, как у нас на юге. Очень жалкие. Конечно, не хочется... А что такое сиесты? Сиесты – это время отдыха, после обедения. А, время отдыха. Надо же придумать сиесты. А у нас после обеденный сон. А у нас это тоже сиесты, по сути. Так, итак, я нарезал огурчика. Огурчик с мясом прекрасно сочетается. Теперь я возьму редисочки еще сюда нарежу. Парочку, много любую. Я возьму еще чесночка. Да, это я говорила. А, лучок. Вам нужен ли? Лучок, чесночок. Да, я возьму и лучка. Для того, чтобы мясо хорошенько переваливалось, конечно, должна быть в блюде небольшая острота. Которая способствует тому, что наш пищеварительный огонь будет легко справляться с мясом. Порезать вам его мелко? Вот так, нормально? Хорошо, подержите, пожалуйста. Так, а я вот так вот нарезаю. Редиски много не надо использовать, но, тем не менее, она хороша в свой сезон. Обязательно используйте вот этот салатик. А для того, чтобы горечь, которая имеется в редиске, не действовала, на нервы, да, вы можете все это поливать маслом и выдерживать некоторое время. Масло погорщает горечь и остается приятный вкус от редиски. Какая польза от редиски, кроме того, что это явный такой, как говорит у меня друг один, силос неполезный? А вот когда мы режем, какой-то запах идет. Идет. Вот, вот эти вот как раз запах способствует тому, что улучшает пищеварение. Он стимулирует открытие различных протоков в желудочно-кишечном тракте. Запах помогает? Лучше идет сжевшее отделение. Да, дело в том, что многие не понимают, что такое запах идет. Запах, он, это энергетика, которая расширяет. И чем острее, душистее овощ или там шрукт, тем он больше будет вот этот эффект вызывать. А ведь даже продвинутые люди думали, что запах имеет никакую пользу, кроме приятности. Нет, 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 нет. Дело в том, что все вот думают, что, знаете, вещества, которые несут запах. Нет, вот сам по себе запах, это энергетика. Смотрите. Все. Так, вот. Редисточку надо измельчить как можно меньше. Так, вам сколько лучка? Столько хватит? Вполне мне хватит. Вполне. Может, даже поделимся чуть-чуть? Или вам еще порезать? Нет, мне вот столько хватит. Все, хорошо. Лучок полезная вещь. Чуть-чуть. Можно использовать... А вот белый, правильно? Да, можно использовать чесночок, но я вот предпочитаю. Лучок. Так, все это я сделал. Смотрите, у меня получилось. Половина. Вот, смотрите, какой у меня получился. Теперь что еще? Сейчас Танюша повежет. Лучок. Лучка добавлю. И, как всегда, я использую свое тайное оружие. Это, конечно же, проросшая пшеница. Вот именно она будет придавать еще большую целебность нашему блюду. И, знаете, оно должно быть действительно такое густое, чтобы, можно сказать, ложка стояла. Некоторые любят жидкое, но вот это должно быть густое, чтобы выживали, чтобы вырабатывалась слюна, чтобы у вас все процессы запускались. Тогда будет хороший пшеница. Я возьму свою часть. Хорошо, пожалуйста. Так. Лучка добавим. Ну и, в принципе, что? Я бы еще сюда добавил немножечко соли в виде сушеной мариналии, которая, видите, предварительно перемолола. То есть, мое блюдо содержит витамины группы В, оно содержит жизнь, оно содержит фитонциды в луке, в редиске, оно содержит прекрасные вещества, которые находятся в огурчике. И, естественно, куриное мясо, полноценный белок. И теперь мне остается сюда добавить помидоры. А, помидоры. Да, можно еще зелень. О, Танюша как раз подсказал, что зелени не хватает. Я возьму зелень. Сейчас как раз там выдержим. Там кинза, петрушка. И укроп. И укроп. Кстати, укроп всегда добавляйте, для того, чтобы пищеварение было хорошим. И не скупитесь. Нарезайте. Пока Геннадий Петрович нарезает, я вам показываю классический вариант гаспачо. Это просто свежий огурчик мелко нарезанный. Это обязательно лучок для настроения остроты. Это красный перчик, ну, так сказать, кто любит погорячее. Это точно. Да. И кинза. Да, пожалуйста, замените кинзу петрушкой, если вы относитесь ко второму типу людей. Я вообще считаю, что в мире два типа людей. Которые кинзу любят, которые кинзу не любят. Да, очень интересное деление людей на любителей кинзы. Ну, потому что вообще нет людей, которые равнодушны к кинзе. Они либо ее любят, либо нет. А лучка я добавлю больше, потому что я именно этот белый лук знаю, что он сладкий. Но, кстати, есть секрет. Если все-таки у вас почему-то лук оказался буйкий, то вы можете делать. Лук, который вы нарезали, берете в руку, посыпаете солью и выжимаете. И вот с этим первым соком смывается и соль, и смывается самая первая горечь. Все остальное, что там остается? Я опять-таки подскажу. Не первая горечь. Потому что в луке нету горечи. Лук это жгучий, он обладает жгучими свойствами. Да, не горечь. Выходят вот эти вот первые, как бы сказать, фитонциды, летучие вещества, которые и вызывают, то есть выходит энергетика. Вот это вообще очень интересно сравнить. Знаете, что первым делом выходит у человека, когда он умирает? Выходит душа. Мы просто ее не ощущаем. Раз. А вот когда мы разрушаем с вами растение, особенно там лук, душистое растение, что мы ощущаем? Что вначале выходит вот эта вот душа. И мы ощущаем вот этот запах. А потом такая раз, ушла и все. Поэтому, если вы хотите сохранить душу, то старайтесь его так не мять. Мелко-мелко очень важно здесь нарезать зелень. У вас ламинария, а у меня морская соль. Хорошо, хорошо. Это тоже полезная вещь. Просто в морской соли не столько много йода. Скажу по секрету, Танюша не переваривает запах йода. А мне как-то все равно нравится. Ну, у вас такие, прямо я сказала бы, летние, окрошечные, густые. Да. Я ей говорил, что они должны быть густые. Может быть, побольше тарелочку найти? Побольше можно, побольше тарелочку найти. Она будет поплоще, но мы можем сюда выложить потом. Ну, хорошо, сначала здесь. Да. Итак, теперь мы с вами все это заправляем томатами. Томатами. Томат у нас не пролазит, поэтому мы должны его... Полезить. Измельчить на 4 части. Так, оп, раз, два. Томаты какие красивые. Да. Грунтовые томаты, они как раз способствуют тому, что мы получаем полноценные вещества. Раз, два, три, четыре, ну что, три, что? Что? Да. Сколько надо? Мне тоже, что с силипом. Давай. И, кстати, вот когда томаты действительно выращены не в парняке, они обладают таким... Да, маслёного. Так. Делаем ещё тут красоту. Ну что, может быть, выложить вот сюда? Смотрите, как это основано в моем. И я сначала залью. Залью, залью, залью. О-о-о! Получилось то, что надо. Так, теперь я всё это перемешиваю, взбаливаю. Ммм, какая у вас красивая авторская крошка. Так, ну, а я повторю свои, значит, эти огурчики, кинзочку и лучок. Ну и добавляем томатный сок. Вам ещё нужен? Нет, хватит. И пробуем. А я ещё чесночку наливаю сюда, блю. Чуть-чуть. Вы знаете, когда я готовил, думал, у меня блюдо получится не такое вкусное, как мне бы хотелось. Я обманутся, причём очень сильно. То есть оно очень вкусное? Блюдо получилось великолепным, стыдным. Легко переваривающимся. Просто удивительным, как можно действительно вот не квас использовать, не кефир использовать, а использовать томат. Его сок свежевыжатый. И он с вами с ферментами будет у вас сделать великолепное пищеварение. Танюша? Сейчас я тоже попробую. В некоторых сторонах и частях нашей большой страны томаты дорогой и удовольствием. Поэтому он такой прям царский суп летний. Сейчас это надо чуть-чуть подсолить. Подсоливайте. Сейчас я пойму, получилось ли гаспачо классическое. Хорошо. Мы будем считать, что курица. Я хочу, Паша, попробовать. Что ты, не могу понять, что? А что не так? А ты сюда, наверное, яйца не добавляла. А я хотела, да. Вот я сейчас смотрю, думаю, а не добавить ли нам сюда яичко. И вот именно грудка курицы, знаете, придает вот какую-то полновесность. Без нее слишком какой-то революбки. Ну, знаете, как я из вашего грудка. Да-да-да. Ох, как он тут стоит. Да. И вот чем больше жуешь, тем... Сейчас послушаем, что Аля скажет. У вас понаряднее будет. Понаряднее будет. Попробую твою. Ну, знаете, когда прям очень жарко, можно и железину с хочу попить. Поесть. Твой больше подойдет? Для того, чтобы человек, ну, будем говорить, просто-напросто разрусочный день делал. Отличный, супер. Он легкий, не содержит никаких таких тяжелых вещей. Как разрусочный, да? Да, как разрусочный будет великолепен. Действительно, хорошо, да? Масло оливковое, кобельку. Масло оливковое. А у меня он будет таким хорошим питательным средством. Чик. Масло оливковое. Оливковое. Масло. добавить сюда масло из агрикосовых косточек. Ну, тогда он еще приобретает какие-то свойства. Ну, я думаю, этого конца достаточно. Ладно, Геннадий Петрович, еще одну вашу ложечку. Да. Назову ее нарядное. Вот прям реально нарядное окружение. Поглубже, поглубже бери. Поглубже беру. Именно с глубины. Вот. Итак, делайте наши супы, которые принесут вам здоровье. И наслаждайтесь употреблением здоровой пищи. А мы будем дальше продолжать наш обед. Да. Доброго здоровья. Очень вкусно. Приятного аппетита. Очень вкусно. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...